Россия и Европа должны преодолеть разногласия и начать активно сотрудничать. Эта мысль сегодня была главной на встрече Владимира Путина и Николая Саркази. Ими есть чем сравнивать нынешнее состояние отношений между Москвой и Западом. В бытность Саркази президентом Франции сложные вопросы решались без попыток изоляции нашей страны. О том, что в России нуждается мир, Саркази говорил сегодня и в выступлении перед молодыми дипломатами в качестве почетного доктора МГИМО. Обо всем по порядку Наталья Юрьева. Этот визит бывшего президента Франции Николя Саркази к Владимиру Путину был похож на теплую встречу давних знакомых. Было очевидно, они рады видеть друг друга. Основная тема переговоров – непростые отношения, которые сложились в последнее время между Россией и западными партнерами. Путин отметил, им с Саркази всегда удавалось находить решение по самым сложным вопросам. Я очень рад тебя видеть, Николя. Давно не виделись, уже целый год. За это время произошло очень много событий и в Европе, и в мире, и в наших двусторонних отношениях. Я очень рад иметь возможность подискутировать по всем этим проблемам. Ты знаешь, я всегда был убежден, что мир нуждается в России. Россия и Европа должны работать вместе. Несмотря на то, что между нами иногда случались разногласия, нам всегда удавалось находить компромисс. Нужно всегда слушать друг друга, а главное – нужно друг друга уважать. И мне кажется, это основные принципы сотрудничества России и Франции. Это правда. У нас действительно многое получалось. На эту встречу к российскому лидеру Саркази сегодня приехал сразу после своего выступления перед студентами МГИМО. Там за вклад в укрепление дружбы между Россией и Францией экс-президенту присвоили звание. Вы теперь доктор почетный нашего уважаемого высшего учебного заведения. Хочу вас с этим поздравить. Я знаю, что вы свои лекции произвели серьезные впечатления слушателей. И не только на тех, которые находились в зале. Господин президент, я вижу, что с передачей информации в Москве дело обстоит очень хорошо. Профессия такая. Лекция Саркази в МГИМО сегодня вызвала ажиотаж. Мест всем желающим в большом зале не хватило. Многие студенты слушали речь экс-президента и лидера партии республиканцы, стоя, не оставив даже ни одной свободной ступени. Несмотря на то, что Саркази заявил критиковать свою страну, когда он представляет ее за границей, считать недопустимым, сегодняшнее отдаление Франции от России экс-президент назвал ошибкой. Я никогда не был среди тех, кто недоволен возвращением России на международную арену, потому что я всегда знал, что предназначение России быть великой мировой державой. Изоляция России не имеет никакого смысла. Это мое убеждение. С Россией надо говорить, особенно если мы не согласны, ведь именно для этого и необходим диалог. И эта совместная работа, по мнению Саркази, конечно, в первую очередь должна быть направлена на борьбу против так называемого исламского государства. С общим врагом необходимо бороться общими усилиями, и никаких других целей быть не должно. С инициативой создания международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Владимир Путин выступил еще в сентябре во время своей речи на Генеральной Ассамблее ООН. Ведь действия западной коалиции во главе с США к видимым результатам не приводят. Существование двух параллельных коалиций в Сирии просто недопустимо. Как будто ситуация в Сирии недостаточно сложна. Необходимо объединить эти две коалиции в единственную. Это непременное условие победы над варварами ИГИЛа. И единственное условие достижения политического урегулирования конфликта. Несмотря на то, что Саркази не видит политического будущего для Башара Ассада, по мнению экс-президента, без представителей действующей сирийской власти, ровно как и оппозиции, невозможно решить конфликт. Привел Саркази пример фатальной ошибки Ирак. Политик признал, цитата, мы развязали гражданскую войну и толкнули регион в руки исламистов из-за нежелания сотрудничать с режимом Саддама. Один из первых вопросов из зала. Сирийский кризис и наплыв беженцев в Европу. Многие политики предлагают разные решения. Каким видите выход вы? Беженцы должны вернуться в свою страну, когда война закончится. Именно потому так важно наладить мир, в частности в Сирии. Шенгенское пространство в его нынешнем виде устарело. Нужен новый Шенген. И его члены должны принять общую миграционную политику. Зашла речь и об украинском кризисе. Саркази отметил, придает большое значение переносу местных выборов на территории Луганской и Донецкой областей. И заявил, что украинское правительство также должно выполнить свою работу по реализации минских договоренностей. Что касается санкций, политик выразился очень осторожно. Ситуация хрупкая, но мы на правильном пути. Я думаю, что сейчас открылись отчетливые перспективы хотя бы для постепенной отмены санкций, как наших, так и ваших. Если минский процесс не потеряет позитивную динамику, это приведет к отмене санкций, от которых страдаем и мы, и вы. Спросили Николя Саркази и о его политическом будущем. Собирается ли он участвовать в президентской гонке в 2017 году? Лидер партии «Республиканцы» ответил уклончиво, но с большей охотой рассказал, кто еще будет бороться за президентское кресло. Франсуа Оланд? Франсуа Оланд! Поймите меня, мадемуазель, сначала я отвечу на этот вопрос во Франции, и поэтому я не буду отвечать на него в Москве. После такой часовой лекции недовольных студентов не осталось. Человек такого значения, такого масштаба, это важно не только для истории, это важно и, в принципе, для нынешнего этапа отношений, поскольку, возможно, Николя Саркази будет президентом, и, возможно, именно при нем наши страны смогут сблизиться. Мне очень понравилась харизма господина Саркази. Его манера выступать, его манера речи, его манера держать себя очень вдохновляет нас, как будущих профессионалов дипломатии. Еще до приезда Саркази в Россию французская пресса написала, его визит в Москву вызовет, скрежет зубов у большинства западных политиков. И президентская социалистическая партия не заставила ждать. Лидер фракции в Национальной ассамблее Бруно Леру заявил, вместо того, чтобы быть солидарным с европейскими лидерами, Саркази якобы, как всегда, вставляет им палки в колеса. Не смог скрыть своего раздражения, премьер-министр Франции Эммануэль Вальс в интервью газете «Фигаро» призвал экс-президента и других представителей оппозиции не ставить под сомнение решение властей страны. По его словам, для авторитета Франции необходимо единство. Несмотря на критику, Николай Саркази назвал сегодняшнюю кризисную ситуацию прекрасной возможностью для тех, кто готов к диалогу, основанном на взаимном уважении.